Инициатором турнира стало женское движение «Единой России». Предложение реанимировать в новом качестве когда-то проводившееся в городе состязание «Спортивная женщина» нашли однозначную поддержку и в администрации города, и среди желающих именно так отметить любимый праздник. Я вспомнила, думаю, куда делась спортивная женщина? А где спортивная женщина? А почему никто тут бегает? А где команды? А где вот эти нервы? Кто первый, кто не первый? И предложила комитет спорта и культуры администрации города, говорю, давайте проведем. Они сказали, ну, очень хорошая идея, мы не знаем, женщины согласятся или нет. Вопрос этот очень быстро был снят с повестки дня. Уже через три дня после объявления о проведении данного мероприятия 13 команд были зарегистрированы. Всего к соревновательному дню их набралось 15. Мы не могли пропустить это мероприятие. Мы активные, позитивные, и женщины города пока чисто самые крутые. Мы за любой кемпиш, и после работы, и во время работы. Участницам были предложены пять незатейливых эстафет, которые они проходили с завидным азартом и присущей женщинам грацией. Группы поддержки и просто болельщики практически не замолкали, а на каждом финише просто взрывались эмоциями. В наши зубы, в наши глаз, победят сегодня вас! Соревнования не предполагали какой-то специальной подготовки. Однако команды, представляющие организации и учреждения города, конечно, постарались включить в свои ряды самых активных. Собственно, поэтому борьба на площадке развернулась отчаянно и откровенно равная. Я в шоке просто нахожусь, честное слово. У меня просто слов нет, потому что команд очень много, много кто выступает. Все спортивные, все девчонки в улице. И даже по окончании последней эстафеты нерастраченную энергию участницы пустили на бесплатный мастер-класс по спортивным танцам. Главный атрибут женского праздника – цветы – по окончании соревнований получили все спортсменки. Однако судьи определили и тройку безусловных лидеров, которым достались еще и кубки. По стечению обстоятельств на первой ступени пьедестала оказалась пятерка, представляющая спортивную школу – спортивные амазонки. Нет, совесть не мучает, потому что я думаю, что мы все были в равных условиях, так как я знаю, что во многих коллективах спорт – это вторая жизнь у людей. Они все занимаются спортом, поэтому все были равносильные, все были мощными, но победа вышла с нами. Спортивный праздник, посвященный 8 марта, получил множество положительных отзывов и вновь претендует на постоянное место в календарном плане спортивных мероприятий муниципалитета. Константин Цыганенко. Наши города.